В этом году плановая вакцинация выполнена только на 40%. Такому показателю способствовал тот факт, что в марте в связи с коронавирусом работы в этом направлении были приостановлены. Но с конца мая процесс вакцинации был возобновлен. Как отметили, в Республиканском центре иммунопрофилактики работы по прививке детей отстают на полтора месяца. Несмотря на такие показатели, центр старается выполнить плановую задачу до конца года. В этой связи РЦИ просят граждан прийти на прививку. Как проходит вакцинация на данном этапе в стране, узнавали наши корреспонденты. По всей стране продолжаются работы по вакцинации детей и взрослых. Но в связи с коронавирусной инфекцией она идет в специальных условиях. К примеру, эта зеленая зона создана отдельно для прививки детей. Здесь организована зона фильтра, где проверяют температуру детей и взрослых. После чего они идут к семейному врачу и далее при назначении необходимого вида прививки идут к прививочному кабинету. Эти работы идут согласно методическому пособию, которое было разработано Республиканским центром иммунопрофилактики. Поэтому ЦСМ в день приглашает только от 5 до 10 человек. К примеру, Гюляна Гайдаева. Она сегодня пришла с дочкой в ЦСМ города Канн для получения сезонной прививки. Ее дочери три с половиной месяца. Зовут Рия. Это для ребенка по счету вторая прививка. Таких детей, как Рия, которые должны получить прививку по Иссокотинскому району, более полутора тысяч. В основном плановая вакцинация проводится против 12 опасных инфекций. Среди них имеются такие болезни, как полиомиелит, корь, краснуха, туберкулезный менингит, вирусный гепатит B, паратит и не только. Вакцинные препараты у нас все, они прошли сертификацию ВОЗ. Они все у нас транспортировка и хранение. Все это согласно с отблюдением всех правил холодовой цепи. У нас есть холодильники специализированные, которые очень хорошо держат температуру. На каждой вакцине имеется флаконный термоиндикатор, который показывает, пригодна эта вакцинация к использованию или нет. Но работы по вакцинации по всей стране были выполнены только на 40%. Эти показатели могли быть и выше, но в марте в связи с коронавирусом процесс по прививке был остановлен, а возобновился только в конце мая. Поэтому работы по вакцинации отстают на полтора месяца. В этой связи Республиканский центр по иммунопрофилактике просит граждан сделать прививку. Отметим, что процедура вакцинирования абсолютно бесплатная. Вакцины в стране достаточно. Мы использовали тот резерв, который мы ежегодно получаем. Вакцины из-за государственного бюджета, из-за донорской помощи. Более 25% резерва. Поэтому я хотела обратиться нашим родителям, так как вакцинация возобновлена, что приходили в центры семейной медицины, где они прописаны и получали плановую вакцинацию. Пройти прививку призывают и волонтеры красного полумесяца. Они проводят подворовой обход и консультируют граждан, рассказывают о важности вакцинации. Волонтеры говорят доступным языком, то есть используют метод равный равному. Они на простом языке доступны любому жителю, то есть любой маме, не используя медицинские термины. Они рассказывают, что состав вакцин, они рассказывают, что вакцина имеет то же качество, что и вакцина, допустим, используемая в Кыргызстане, имеет то же качество, что и используемая в Европе. А это жительница столицы. Она год назад приехала из Оша в город и родила здесь третьего ребенка. Как отметила Айганыш, ее годовалая дочка проходила иммунизацию только в роддоме. После того, как волонтеры с красного полумесяца рассказали о необходимости прививки, она решила пройти эту процедуру. Мы первую прививку получали в роддоме, но после этого я не ходила в больницу за вакцинацией, потому что в интернете читала разные статьи о вредности иммунизации. Как оказалось, я ошибалась. После того, как волонтеры рассказали мне и объяснили, что будет, если моя дочь не пройдет эту прививку, я решила пойти. И другим мамам также рекомендую вовремя пройти вакцинацию. Некоторые люди считают, что иммунитет, который вырабатывается естественным образом, лучше, чем иммунитет, приобретающийся посредством прививки. Необходимо отметить, что естественные инфекции могут привести к тяжелым осложнениям и даже к смерти. Даже болезни, которые большинство людей считают легкими, как, например, ветряная оспа, могут вызвать серьезные последствия, требующие госпитализации. Отметим, что прививки существенно понижают риск заражения, используя естественные защитные реакции организма, чтобы выработать иммунитет к болезни. Юлия Ценкая, Суласанова, Чингис Таланбеков, ЛТР, Чуйская область.